Поляки и прочие считают, что, вот я взял, попросил, чтобы дали мне и СМИ, что Вагнер будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакого ядерного оружия Вагнера охранять не будет. Там будут охранять и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия, не буду говорить сколько, большая часть завезена в Беларуси, они находятся. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и беларусь. Работаем вместе, у нас опыта такого нет. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое. Поэтому это обычный вброс. Никакой Вагнер не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами. Вот еще одно заявление, чтобы вы знали. Очередная миссия по заданию Кремля. Значит, он у нас по заданию Кремля, в ходе которой может устроить провокации против предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Нет, мы не собираемся. Никаким провокациям. Но если бы нам нужна была провокация, так у меня на западном направлении тысячи войск. Только команду дай, они любую провокацию организуют. Но нам это не нужно. Зачем нам эта провокация? Что она даст? Ну, пугнем мы их в Вильнюсе. И что? В ответ получим. Поэтому нет никакой необходимости. Собрались? Ну, хорошо. Пусть калякают там о чем-то. Беларуси начали строить лагеря для размещения террористов ЧВК «Вагнер». Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях. И как мне сказал вчера позвонивший Пригожин, говорит, ну кто-то контракт с Минобороны Шойгу подпишет. Но, говорит, самое главное, мои ребята уже по полгода, по году не были дома. И мне было важно с Путиным договориться, чтобы он их не трогал. Он пообещал, выполняет свое обещание. Они хотят поехать в семьи. Ну, ради бога. Молодец Путин вчера сказал, если кто-то не хочет контракт заключать и воевать там и прочее, ну хорошо, вы свое отвоевали. Поэтому никаких лагерей мы не строим. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста, забор есть, все есть. Ставьте палатки. Ну, чем можем, поможем. Пока определяться, чем им заниматься. В Беларуси откроют пункты набора сотрудников ЧВК «Вагнер». Если кто-то и хотел служить Вагнере, там, кстати, есть один, Дима, он мне назвал его, один из руководителей Вагнера, наш Беларусь, бывший военный, прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем, мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые, но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову. Поэтому нам не надо открывать никакие пункты по набору Вагнера. Я думаю, что их и не будет никогда. Вот на сей момент, в моменте, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо, их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу. Спасибо.